На заседании регионального правительства чиновники говорили о том, как воспитать патриотичную молодежь. Чтобы прививать подрастающему поколению любовь к родине, на 2013-2015 годы разработан план мероприятий, который, по мнению взрослых, позволит ребятам вырасти высоконравственными гражданами страны. Центральное место плана мероприятий занимает мероприятия с детьми и молодежью, посвященные 70-летию Великой Победы и 95-летию Иваново-Знисевской губернии. Это молодежные слеты и форумы, это парад кадетских классов и акции памяти, это конкурсы электронных медиапрезентаций к 70-летию Сталинградской и Курской битв, молодежные флешмобы «Салют Победа», фестиваль детских хоровых коллективов «Этот День Победы», кинопроект «Поговорим о той войне». План мероприятий по патриотическому и духовно-нравственному воспитанию широко обсуждался в региональной общественной палате. Главный вопрос – насколько эффективны все заявленные мероприятия. Есть проблемы, но не в составлении плана, а в эффективности его работы. Одним из основных аспектов успешной реализации мероприятий по патриотическому и духовно-нравственному воспитанию детей и молодежи является их популяризация и пиар-компания в регионе, особенно в молодежной среде. Необходимо выстроить единую информационную политику органов власти, общественности и молодежи. Школа является тем социальным институтом, через который проходят все дети, а потому именно в школе должна быть сосредоточена духовная и культурная жизнь. В связи с этим с 1 сентября 2013 года в 30 школах региона будет введен курс «Нравственная основа семейной жизни». Целью курса является формирование учащихся традиционных семейных ценностей, необходимых для создания в будущем крепких, многодетных, счастливых семей. Кроме того, в проект плана включено проведение радиоуроков для родителей в семейном кругу, творческие семейные конкурсы по страницам семейных архивов и семейный альбом, новый проект выходного дня «День семьи в музее». Свои дополнения в план мероприятий внесли и представители духовенства. Они предложили молодежи заняться благоустройством городских кладбищ. Кроме того, было подчеркнуто, что необходимо увековечить память людей, захороненных на дореволюционных погостах. Большинство дореволюционных кладбищ поругано и забыто. Могилы предков попираются их потомками. Такова, например, судьба захоронения на территории современных площади революции и площади Пушкина. Это два самых главных кладбища нашего города, когда-то существовавших. При строительстве дворца искусств в 30-е годы известно, что из могил были выброшены останки основателя Ивана Вознесенска, Якова Петровича Горелина. Еще одной составляющей патриотического воспитания молодежи должен стать краеведческий туризм. Активно его начали развивать в Палихе. Там уже готовы принять всех желающих. Разработаны даже специальные экскурсионные программы. Вот только не все школы оказались готовы организованно увозить своих учеников и знакомить их с историей родного края.